здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем слитки не сползающиеся по мотивам моего предыдущего видео очень популярного и очень популярные часто задаваемые вопросы расчеты на детскую ножку вот по вашим просьбам снимаю это видео и размеры от 17 до 34 то есть все детские размеры вы сможете по этому видео связать все расчеты я сделала вот все перепроверила все размеры и все у вас получится девчонки вяжем на деток на тот размер который вам нужен и так для начала давайте разберемся с размерами я пользовалась вот этой вот схемой для детских размеров вот и исходя из этой схеме 35 размер я разбирать не буду потому что он вписывается во взрослый размер вот так а стан давайте поговорим о пряже пряжу я взяла тоньше чем для женского размера потому что это все-таки детские они они должны быть такие более такие тоненькие на мой взгляд значит пряжа приблизительно 200 240 метров 100 граммах и спицы я использовала два с половиной миллиметра что касается плотности девчонки там где вот это полупатентная резинка то это у нас это у нас 18 петель в 10 сантиметрах это для перепроверки плотности и платочная вязка 22 петли это 18 платочная 22 петли в 10 сантиметрах вот далее вот размеры девчонки вот это размер чтобы я вам сейчас покажу вот размер длина стопы ориентировочно и набор петель сколько петель набрать и вот распределение петель я как бы уже основываясь на то что вы смотрели это предыдущее видео со взрослыми следками вот и так далее да вот для всех размеров наборные петли длина стопы и размер как бы обуви вот это ориентировочно для выбора размера сейчас я буду вязать самый маленький чтобы показать сам принцип кто не видел взрослые вот и для самого маленького размера с длиной ступи ступни 10 12 сантиметров я набираю 100 ой и 43 петли вот девчонки как я буду вязать я не знаю у меня тут 45 ламп 43 петли вот далее берем два маркера и распределяем все вязание на 3 части так смотрим на нашу таблицу у нас первая часть 13 петель все петли первая и последняя включая кромочную петлю кромочную мы вяжем изнаночной последнюю первую снимаем все остальное вяжем лицевыми петлями 5 6 7 8 9 10 11 12 13 так вместе с кромочной 1 2 3 4 5 6 это 12 еще одна петля 13 далее после маркера 17 петель начиная с лицевой это во всех размерах раз и резинка 1 на 1 1 лицевая 1 изнаночная 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 вернее 12 а тринадцатая а она же у нас кромочная вот в этом случае в конце она провязывается и изнаночной вот таким вот образом мы распределили петли далее второй ряд и последующие ряды все ряды вяжем одинаково первые петли до маркера лицевыми петлями после маркера полу патентная резинка изнаночная мы провязываем всегда изнаночной а лицевую не классическим способом а под петлю ниже вот в эту дырочку после маркера лицевыми петлями далее все точно так же до и после маркера лицевыми петлями между маркерами внутри полу патентная резинка это значит что изнаночная изнаночная а лицевая под петлю ниже ниже всегда и в лицевом и в изнаночном ряду и продолжаем вязать высоту так вот провязала я высоту девчонки вот мои заготовки хочу вам просто показать чтобы вы видели вот разница между размером и вот это у меня 29 31 размер вот примерно два с половиной сантиметра у нас как бы разница между всеми деталями между размерами вот если приложить два с половиной три сантиметра то есть это разница между размерами здесь разница у меня два два размера вот видите то есть это то что я говорю пять с половиной сантиметра я же говорю два с половиной три сантиметра приблизительно разница между размером это чтобы вы могли переконтролировать значит в спокойном ненатянутом состоянии 18 сантиметров это самый маленький размер вот он далее вот этот вот размер я просто выборочно для ориентировки чтобы средний размер вот этот 23 25 у нас 24 сантиметра вот как раз три сантиметра получается разница между размерами так как здесь еще должен быть один размер то разные вот поэтому и считаем приблизительно давайте я вам напишем сантиметры так вот здесь я вот напишу сантиметры готовой детали вот это 18 сантиметров это вот эта целая деталь вот эта полоса должна у вас быть такого размера спокойно ненатянутом состоянии вот мы все промерли еще одну вот смотрите я еще от добавила одно здесь число соответствии с размерами это количество рядов высоту коту которая тоже может варьироваться зависимости от подъема то есть это среднестандартная такой если ножка худюсенькая уберите 2 ряда если полненькая добавьте 2 ряда может быть 3 ряда на ту тоже уже смотрите ориентируйте так ну и теперь завершающий этап вот маленький самый маленький размерчик я вижу все я вам промерила измерила написала я думаю все понятно кто не не уловил еще раз посмотрели видео так и теперь делаем мы наши как бы наш завершающий этап для этого я вижу значит лицевые петли без изменений до первого маркера далее после первого маркера мы провязываем по две петли вместе вот лицевой и изнаночной мы провязываем вместе лицевой и все последующие петли точно также мы провязываем лицевыми так в конце у нас остается одна петля нам не хватает да мы ее провязываем вместе лицевой со следующей петли и одеваем можем одевать можем не одевать маркер здесь уже в принципе будет и видно но как бы для страховки можем одеть далее провязываем лицевыми петлями до конца ряда так второй ряд то есть изнаночный по моему размеру это 22 ряд то есть 20 я провязала ровно 21 сделала вот эти сокращения сейчас 22 делаю еще одни сокращения так снова вяжу до маркера лицевыми на петлями забыла сказать и теперь снова вяжу по 2 вместе лицевой петлей 1 и снова остается одна петля которую мы провязываем со следующей петлей 2 вместе точно так же как и в первом ряду и довязываем до конца ряда лицевыми петлями и все вот это все наше вязание далее все петли я закрываю вот так вот выглядит на данном этапе это часть видите она стянулась за счет того что мы провязывали по 2 по 2 вместе и теперь мы просто закрываем все петли провязываем по 2 вместе классическим способом так ну и наш последний штрих уже все вот это не нужно нам я только покажу я думаю что вы это уже знаете вот с этой стороны где у нас такие красивые такой краешек вот это наша лицевая сторона если основывается она полагаться на вот эту вот нить набора с изнанки тоже в принципе красиво ну в общем выберите свою сторону которую вам которая вам нравится вот я выбрала вот эту и и складываю так чтобы она оказалась внутри и продеваю нить в иглу нить от закрытия петель я оставила длиннее и теперь сшиваем так здесь я сзади сшиваю за кромочные вот они у меня и здесь на ступни вот я сшила эту часть теперь ступню но стараемся брать как можно меньше то есть буквально по одной ниточке чтобы не уплотнять здесь внизу на ступне это все очень-очень стараемся сделать такой слабый нежный шовчик и и и и и и и так вот когда у нас осталось здесь вот такая вот небольшая дырочка где-то полтора сантиметра мы вот это эту часть сделаем ее как бы так вот затянем давая форму в принципе и все так девчонки сейчас показываю вам и все вот он самый маленький наш размер который у нас предназначен на ножку в 10 сантиметров вот 10 10 12 сантиметров вот если смотреть вот смотрите по линейке это я вам по перепроверяю размеры вот он тянется до 12 сантиметров видим точно так же я проверяла все размеры вот такая вот она у нас малюська но это совсем нам на манюсенькую ножичку вот все остальные у меня я уже сшивать не буду понятное дело все вот эти вот это просто была моя проверка лично для меня я все проверял так я считаю что все понятно и все полезно для вас и так что хотела сказать если вы не попадаете в плотность вот перепроверяйте по вот этому вот по вот этим вот сантиметров ну сверяйте размер сантиметры полотна как бы вот это если не попадаете берите на размер больше и на размер меньше в зависимости от того если получается большое берете на размер меньше если получается маленькое берете на размер больше в принципе все девчонки я думаю все понятно вот я с вами на сегодня прощаюсь с вами была Вика и школа рукоделия всем пока пока пока